Деревня должна быть богатой. Как говорится, богатому быть грех. Но не грех, раз Господь дал, распредели свое богатство правильно. У нас душа, она вечная. Мы должны заслужить туда или туда. Субтитры создавал DimaTorzok Забайкальский край сегодняшний. И там стали основой, ядром для Забайкальского казачьего войска. Потом, естественно, произошли события 1917 года, которые его отца Моисея Ивановича погнали в дорогу, когда ему было 10 дней от роду. А его мама, соответственно, вынуждена была ехать сначала в сторону Китая, а потом уже в сторону дальше Австралии, когда ей было 11 лет от роду. Так вот, Михаил Моисеевич, помятуя об этом, в 1989 году вернулся, как раз исполнилось 60 лет с момента, как его мама покинула родину, с намерением отдать долги, долги своих предков родине и что-то сделать. Понятно, что люди, которые прожили уже долгое время в Австралии, в других странах, владели навыками, владели каким-то капиталом, владели деньгами, знали уже, как организовать предпринимательство, потому что Михаил Моисеевич известный предприниматель в Австралии. И понятно, что он приехал и говорит, давайте я всего себя готов отдать родине. Тогда это был Союз Советских Социалистических Республик. Ещё мы были общей семьёй народов. И вот Михаил Моисеевич с 1989 года ходит, как Моисей, здесь по территории Советского Союза Российской Федерации говорит, мы готовы сделать, мы готовы помочь, мы готовы открыть агропромышленные, мы готовы поучаствовать в создании крупных агропромышленных хозяйств, мы готовы всё, что у нас есть, вложить в процесс. Надо сказать, что Михаил Моисеевич – атаман, станично-казачий атаман. Сводно-казачий атаман. В Австралии, да? У них там не просто так, а настоящая казацкая станица. При этой станице русский музей, основателем которого выступил Михаил Моисеевич. И кроме того, ещё фонд Всемирное казачье-казачье-братство. Вот видите, тут даже без войск обошлось, сразу к братству перешли. Пока мы тут ищем братство, а вот уже нашли в Австралии. И вот человек, накопивший такой опыт, приехал и говорит, я готов послужить Родине, за мной стоят поколения моих предков, которые говорят, давайте, давайте, это наш долг. Вы видите, Михаил Моисеевич владеет русским языком, не разорвал свои отношения с русской культурой. И вот мы здесь с ним встретились для того, чтобы понять, почему он уже, как Моисей, скоро как 40 лет ходит, и никак ему не удаётся реализовать свою мечту, построить здесь некий такой образцово-показательный место, агропромышленный холдинг, где сказать, смотрите, как можно работать, не воруя, не беря взятки, как можно отдавать себя делу, как получать результаты, и как радовать себя и окружающих. Правильно, Михаил Моисеевич? Да, да. Вот, поэтому, я думаю, наверное, будет интересно, чтобы вы рассказали немножко о своём жизненном пути, да, чтобы это они услышали. Те, кто нас сейчас видят и слушают, услышали это не от меня, а от вас. А потом мы перейдём уже к нашим реалиям, и посмотрим, как сделать так, чтобы ваш путь, ваш путь, который вы начали в 89-м году, наконец-то завершился победой разума, совести и чести. То есть, чтобы ваш поход, который вы начали в 89-м году, привёл к результату, который в интересах всех, русских людей и нерусских тоже, проживающихся сейчас на территории России. Наших прапрадедов выселили из Дона, потому что не признали новую веру. В Канделлах у него было 12 сыновей. Вот, высели их, вывезли в Забайкаль, там суровый климат, значит, что приехали, врыли, значит, землянку, стали из землянки и осваивали земли. Потом, представители, и другие соревнования там приезжали, которые, значит, тоже все наши. И вот уже к 19-му году было там 400 дворов. А сейчас, через 103 года, осталась вот деревня, на которой возят. Вот, я там был, это стал, у нас старый дом остался, немножко осталось на лошадях, вот возят. Была очень большая деревня, 128 до 400 дворов, это была большая деревня, жили очень богато, там очень всё имели, так что. И вот, ревернули, наш дед, один наш дед, приехали в Китай. В Китай приехали, и также сначала, что наши старые бряцы? Наши старые бряцы всегда, первое, встроят церковь, чтобы воспитывать детей в религиозном духе. А когда дети воспитывают в религиозном духе, это совсем другой народ. Люди становятся рабочими, боязнь Бога, и психология другая. Качество человека совсем другое. И тогда мы, вот как мы росли, у нас было 8 детей, всех нас было 8 детей, наш папа 10 детей. И я не помню, чтобы кто-то у нас вместе ругался. Отец сказал, всё, никаких больше слов. И как-то мы все слушались, и все вот воспитывались. Мать сказала, грех, значит, грех. Мы не с ворой, не оскорби, поздорови, уважай старших. И всё, вот такая система. Это старые бряцы, так же. Нам тоже. Ну, мы приехали в Китай, обжились опять, хорошо стали жить, всё в порядке там, значит, и потом после китайской революции опять пришлось всё бросить. побыло, сели, и вот уехали в Астралию. В Астралии, значит, в Китае мы, что первым долгом, это наши деды построили вот эту церковь. Из церкви осталось вот что, камешек, всё разрушили, всё. Только фундамент. Зала сначала церковь, где у них землянка была, церковь землянки была, а потом около землянки была церковь. Это был церковь, значит, и вот наши старые бряцы, это Китай, это уже все приехали в Китай, вот в Китай, значит, этот вот наш, значит, какой претех, хор старые бряческие, вот наш дед, вот этого наш деда, это вся там родня, который пришёл. Один только уехал с Россией. Остальные все остались. Конечно, получилось очень неприятно. Вообще наших всех расстреляли. Ещё у нас мамин брат Сергей Тихон ещё в Китай, из Китая забрали и расстреляли. Мы-то не знали, только сейчас узнали об этом деле. И вот, значит, мы всё опять бросили, приехали в Китай, в России, в Австралии. И в Австралии также, вот это мой, это вот мой дед, Бугаев, прошёл три войны, скончался в Калге, за Байкалем. Значит, что, вот приехали в Китай, первым долгом, то и приехали в Австралию. Без денег, без копейки. по-английски, ни один, ни слова. Все понимаете, друзья, ну, старались работать, учиться, я в школу вечернюю пошёл. И так, ну, быстро научились. И первым долгом, что, построили храм. У нас, сосед был очень строгий, когда если денег не было, все деньги давали в храм, чтобы построить храм. Отец всегда считал, что около храма воспитываются совсем другой, другие люди. храм – это стержень жизни. Да, да. Фактически. Вот построили вот этот храм. Этот храм, я полностью делал дизайн, это моя работа. Вот построил очень красивый. То есть, он действующий, до сих пор действует. в душе существует. И это вот, даже нас есть здесь на праздник, вот у нас там человек было 300-500 человек. Это в храме это было посвящение. Вот здесь нас, вот эти все приехали 10 или 7 семей, 100 человек. Почти по 12, по 8. Это вот все наши, что я вот здесь стою. Значит, всё. Это было в 64-м году. Вот после этого стали строить храм. Так что, у храма всегда считается, как мы религиозно, мы где бы ни жили в любой стране, мы послушны правительству, у нас нет ни проблемов. У нас в Австралии до 90-х годов вообще кроминал был ноль. Я не помню, кого-то посадили, кого-то всё, у нас вообще нет, я не видел, не встречал, нет, чтобы царь весел тюрьмилии там наказали. Не было такого. Потому что народ, когда воспитывают в церкви, это совсем другие люди, другая психология, с чистой душой. Вот я уже прожил, мне уже много лет, я до сегодняшнего дня, мы очень глубоко верующие люди, значит, мы по-другому понимаем жизнь. Если мы заработали гиперкапитал, из денег, я сейчас сделаю, я стараюсь, я их с собой не возьму, я стараюсь помочь людям в этой церкви, я в Астралии там все, что касается День Победы, День России, я с послом, они меня просят, я помогаю и всем. Там было устроить школу, помогаю школам. И в России уже с 2089 года прыгла сюда, я помню, как это всё проходило, как в Тербане, как это было, это была ужасная вещь. Ну, бизнес начинать в Туроме здесь не подошло, потому что крыши раскрыш у нас нет. У нас, я прожил почти 60 лет в Австралии, бизнес занимаешь, у нас никто никому не платит, и мы не даём, и нам не дают. Такого нет, вообще нет, потому что система, во-первых, а во-вторых, у нас есть малый и средний бизнес, большинство, у нас нет сильно больших компаний. Если будет то, что сельское хозяйство, такой-то строитель, всё идёт, всё, малый и средний бизнес, все платят налоги, все живут хорошо, система всё, система у нас одна для всех. Система в Австралии очень хорошая. Вот эту систему я вообще хочу поведать вот в России. Значит, я также в России помогаю всем церквам. Вообще ни одной церкви не построили без моей помощи. Первым долгом было в 89-м году. В Старобряческом, да? Да, это было, это было в 89-90 годах, это было Рогожье кладбище, где это первый Старобряческий, это первое, это первое, что там были, это очень велели, бедно, денег не было. Я первый дал деньги, построили Старобряческий школу, на школу я давал деньги. Потом в Владивостоке я купил церковь, подарил, отдал. А сейчас много других помогаю, но сейчас я что сделал? Я сейчас сделал звонницу, первый звонит, он звонится на улице, очень интересно, там 12 колоколов, все купил, все подарил. И сейчас открыл там музей, очень большой музей, также я купил, отремонтировал, все дал, уже открытие было прошло воскресенье, и этот музей я подарил церкви, так что сейчас там улица мы говорим, что вы же основатель русского музея вообще в Австралии, для того, чтобы знакомить австралийцев с русской культурой. Но музей очень получился активный, очень хороший получил, потому что сейчас вот в Брянске 15 школ приходили, смотрели церковь, звонницу, дети хотели позвонить, позвонили, школа приходила, все, учителя тоже, они не понимают. Это в Клинцах, в Клинцах, да? В Клинцах. Они не понимают, для чем звонится. Звонится, это значит, Господь призывает души в царь. Это очищение колокольных звонов. Это колокольное. И сейчас, конечно, это история, вот сейчас там очень, очень активно уже стали многим приходить в школу, самое главное, дети, все объясняют, что люди не понимают, что Костероперед, даже, что они до того выдали все, они не понимают, что такое. У нас, наша религия, это религия от апостолов, мы веру не сменили до сегодняшнего дня, как были они, так, что от Иисуса Христа наша вера, как молитвы двухперстов, так мы будем до сегодняшнего дня. Сейчас я уже, конечно, много лет стараюсь, сделаю, постараюсь, трудно здесь, системы здесь, системы нет вообще, здесь это ужасно, здесь я не хочу говорить, но... Могло бы быть лучше, правильно? По закону, нет законов, нет законов, народ, бедный народ, все, такая великая страна, у нас там аборигены, там все, система... Аборигены живут лучше, чем здесь, граждане России. Аборигены не работают, имя платят, живите хорошо, все, а и все, это всем хватает, это здесь все вывозят, я против, не чтобы копейку не вывозили за границу, я полностью против, должны что здесь, должно быть... А если вы здесь заработали, вкладываете сюда? Здесь работа, вкладываете. И вот сейчас-то все, сейчас мы строим, будем строить новую русскую деревню, старой Брящевскую деревню, уже так все подготовили, все, вот мы сейчас уже начинаем. Значит, все... А что вам мешало раньше ее построить? У вас же давно было этот замысел? Не было возможности, не было системы, сейчас, вот, господин, Путин, конечно, сейчас тоже к этому стремится, и поддержка нас сейчас провести. Путин стремится, у него не получается. Он все 25 лет стремится, стремится, а у него все не получается, не получается. Потому что нет исполнителей, все говорят, мы другие, мы исполнители, мы старые братья, если мы взяли, мы сделали. Вы готовы быть тем самым исполнителем, у которого получится наконец-то построить новую систему? И показать всему миру, как нужно. Значит, там у нас есть заказы, уже есть, самое главное, деревня, божеин, индустриальная. Не может деревня существовать. Просто такая вот именно модернизированная деревня, не старая деревня, а именно модернизированная, эффективная. Чтобы дома построили, там должна работать, до производства. Старые братья всегда занимались производством, первым долгом, должны люди работать. Да старобрядцы, помните, купечество, первые вот эти свои самых богатых, Морозовы там, они же все были старобрядцев, правильно? Старобрядцы – это известная такая купеческая династия Российской Федерации. И все поднимали старобрядцы. Почему? У них купеческое слово честное, твердое, они друг другу доверяли на слово, да? Они не воровали, да? Они, у них коллективы не воровали. А вот скажите... Руку пожали и все. Да, руку пожали и все. Мы тоже, конечно, я потерял много денег, потому что я доверяю. Вся проблема у нас в доверии. Я думаю, что я очистил. Потеряли здесь? Да, здесь, да. Николай Моисеевич, наша задача – вернуть ваши деньги, вложить в ваши деревья. Ну, ничего, мы вложим ничего. Сейчас кто понимает, самое главное, что сейчас, деревня должна быть богатой. Конечно. Потому что... А бедные деревни никому не нужны. Я первый человек за стой народ. Я люблю народ, я сделаю все для народа. Первым долгом мы должны платить еженедельно, как в всех других странах. У нас будет ставка приблизительно от 15-20 тысяч рублей в неделю. Это до 100 тысяч рублей в месяц. То есть человек получал достойное вознаграждение за свой труд. И психологически, и экономически, потому что деньги получает, расходует, а любой купил весь, значит, идет налоги. Это за это дело получается, бюджет наполняется, потому что все работают. А когда люди получают, они живут, они расходуют, они все. А наше, что, конечно, мы открываем бизнес, это все так, что мои доходы, я их вывозить не буду, они все пойдут в пользу. У нас в Австралии построили русские клубы, церкви, престарелые дома. У нас старики умирают как в пятиклассах в отеле. Там еще занюху год. И все остальное. Там у нас клубы, школы, у нас там, наверное, 50 школ русских. То есть у вас построена социальная система сверху донизма. Начинают предпринимать. Вот смотрите, вы такой классический капиталист. Вот говорят здесь, капиталисты плохо. Но вот вы образец того капиталиста, который перераспределяет все по цепочке. От школ до стариков. Правильно? Причем вас к этому никто не принуждает. Вы это делаете самостоятельно. По собственной воле. Да. Вы понимаете, для вас загробная жизнь, долг, это не пустые слова. Правильно? Да. Для вас это жизнь. Вот вы рассказали о традициях вашей семьи. А вот в вашей нынешней семье, в семье ваших детей эти традиции сохраняются? Ну, сохраняются. У нас все русское приезжает, когда у нас отсюда к нам, у нас в доме только русский язык. У нас дети заканчивают русскую школу. А вот ваше слово для детей, это как бы весомое слово? У нас дети, да. У нас слово для детей, так что нас, ну, понимают. Дети нас очень хорошие, понимают, так что послушные у нас никогда не проблем нет. Они воспитывают с малых лет. Правильно. Так что. И вот сейчас это все, как я уже сказал, да, потому что, что психологически мы с собой не возьмем. Мы возьмем, понимаете, добро, мы можем взять с собой. Это мы, пока мы должны перед каждым ответить перед Богом. Наша, у нас душа, она вечная. Мы должны заслужить туда или туда. Так что вот. А когда уже... Мы поэтому с вами познакомились, чтобы вы знали, кому оставить, Михаил Моисея, накопливать. Потом, значит, как говорится, богатому быть грешен, грех. Да. Но не грех, но не грех, раз Господь дал, распредели свое богатство правильно. Причем вас не заставляет, это вы сами делаете, по-доброму, вас государство не заставляет. И никто не заставляет. Это уже мы делаем от своей души. Я люблю Россию, я люблю русский народ и вообще весь народ. Я не делаю там, потому что у нас всех, кто живет в России, значит, все русские, понимаете, какие мы, мы... и так же мы не делим веру, хорошо, он верит, свое пусть верит, у нас своя вера, мы верим в свое, так что мы должны уважать нашу религию, и мы уважаем их религию. Да. Так что... Скажите, Михаил Моисеевич, вот такой интересный вопрос, вот на вашем предприятии работает только выходцы из вашей общины, или австралийцы тоже работают? У нас смешанные. У нас есть русские. И так, и так, да. Да. Русские, много приезжих, понимаете, так что все. У меня рабочие очень хорошие, я получил очень хорошо, у меня бизнес идет в Австралии, очень хорошо. У меня работают три русские женщины. У нас украинка, исполняет газету, у нас белорусская, вот печатать все эти, то есть у вас там, дружба народов, правильно? И русская работает, работает русская, у нас музеем занимается, и говорят, это наши, мои все. То есть у вас, ваше предприятие, это образец дружбы народов. Да, да. И вот все вот эти три женщины, это золотые женщины, это люди, это шалка, что у них там, вот их все разобрать с собой, это грамотные, умные люди. Я считаю их очень высоко. Они для меня все делают. И вот эти все, эти все это печатают они, у нас каждое делают, у меня же напечатал две большие книги, напечатал там все истории, вся история, что я делаю, я пишу истории, за вами же сайт поколения ваших предков. А потом я вписываю книгу, большую книгу. Они за вами присматривают, Мойсей, вам нельзя. Не надо, я пришел, конечно, у нас психология другая. Вот приезжают вот в Россию вот эти женщины, которые не умны, но у них другая психология еще. Я трудно сначала, но потом я направляю на свой путь. простым языком по-просто ему все должно быть. То есть объясняете. Ну да, и печатают, чтобы покрупнее. Это все. Нам я исправляю такие слова, которые непонятные, длинные, я имя пишу, чтобы простые русские слова. Тогда понимают все. Вот и все. И вот эти женщины, это просто вот все. И жалко, что у нас там сотни тысяч русских людей в Австралии. И вот которые приезжают новые, на удивление, здесь у них нет культуры, здесь я не вижу, здесь все очень стожено. Вот это... Все упадок культуры вы ощущаете. Здесь нет веры, вот посмотришь. Конечно, есть она вера, но большинство нет. Понимаете? Ну, согласитесь, вера – это часть культуры. Это основная часть культуры. Это вера – это все. Почему жили до революции, все встроились, и никто не тянул. Вот возьмем-то Морозов, там еще такие все построены тут институты, там церкви, построены какие-то музеи. Это все же делали. И никто не просил, не делали. Вот нас никто не просит. Я с вами согласен. У нас не коньянцы крестятся, а посмотришь, вышли из церкви уже другие люди. Так не бывает. Правильно? Ты должен быть везде один и тот же. Вот я по старобрядцам, что мне интересно, я по вам вижу, вы такой, как в церкви, такой же вы и в жизни. А здесь как бы вышел, покрестился и пошел, как раньше занимался, так и занимаешься. То есть в церкви ты просишь о чем-то, просишь о чем-то Бога, а потом вышел и начал жить прежней жизнь. А вы понимаете четко, четко, я так понимаю, вот вы же не зря сказали, что ваша жизнь старобрядческой общины строится вокруг храма, вокруг тех традиций, которыми жили предки. И вы понимаете, что жизнь – это продолжение всего того, что строится вокруг храма. Для вас это такой завет предков, которые столетиями, столетиями сохраняли свою веру, строили свой мир, и вы понимаете, что предать их – это как бы невозможно. Это часть вашей жизни. Вы продолжатель их веры, продолжатель их дела. И вот мне интересно, вы приехали в Россию и говорите, давайте я построю такой вот близкий к идеальному мир, где все друг с другом разговаривают, где люди находят друг с другом общий язык, где люди разделяют истины, которые написаны в священных книгах, в Библии, но почему-то все их читают, крестятся, но никто их не исполняет, не упи, не укради. Все читают, да, да, выходят, и все, и все, и все как есть. Мы же видим вокруг. И вы пришли сюда, в Россию, говорите, почему вы говорите одно, а делаете другое? Так не должно быть. Правильно? Надо, если вы говорите это, то надо так и делать, и жить. Надо прежде всего начинать с себя. Вы же не призываете там своих людей, с которыми общаетесь, что я буду жить, как хочу, а вы живите по вере. Вы сами так живете, правильно? Вы для них пример. Никто не скажет, что Михаил Моисеевич нас зовет в Царство Божие, а сам живет в Царстве Дьявола. Все скажут, что Михаил Моисеевич, вот он, да, за ним стоит поколение предков, и любой может сказать, к вам подойти и сказать, ты нас зовешь туда, ну, то есть, где сам не пребываешь. В общем, вы же сами пребываете, сами так живете. Правильно? Вот. Поэтому я считаю, что, смотрите, у нас есть такой проект, называется «Новая среда». Да? «Новая среда» – это новая система взаимоотношений. И вот, говоря с вами, я подумал, что новая среда всегда зиждется на старой среде. Да? И вот старобрядцы, которые не отказались от веры, несмотря на преследование, которые прошли все, да, прошли там мучения, войну, преследование, да, и все равно остались преданы той вере, вере, законам предков, которые они несли из Новочеркасска через всю Россию, за Байкальский край, через Китай, потом дальше до Австралии, да, потом вернулись и сказали, давайте, мы готовы, готовы поучаствовать в вашей жизни, сделать ее лучше. И мне удивительно, что вы почти 40 лет, как Моисей, не зря вы, Михаил Моисеевич, ходите здесь и говорите, давайте я сделаю вам. Вам говорят, да вы знаете, мы сами, мы сами, а как у вас самих получается, мы выглянем в окно и увидим, да, там же все видно, что по телевизору нам говорят, как хорошо мы живем, а выходим на улицу, жизнь совсем другая, да, а у вас, так я понял, да, и так на самом деле есть, вот что говорится, так и происходит, да, ты не можешь в церкви сказать, что я сделаю вот это, выйти и поступить по-другому, так же не бывает, да. Вот у нас была мама, выжили все, безграмотно, это все волгонение, поделившие, в Китае не было школы, не было, не было книг даже учиться, вот она безграмотная, но у нас мама сказала, грех, значит грех, мы понимали все это, и с малых лет это все вошло в нашу систему, и слушались, утром праздник пришел, утром отец в церковь, собирается, все в церковь, все в церковь, понимаете, и вот так привыкли, я все вспоминаю, смотри, и такая трудолюбивая, у меня это была мать, это просто как машина, честно, на того гостеприима, она не вот сидит, поспит на стуле, опять работает, понимаете, всех угощает, вот такая вот вообще, вот сейчас старые братья все очень гостеприимные, это от народа гостеприимно, вот такое все, и вот сейчас, а вот уже сейчас вошло, вот сейчас тоже, вот мое положение, я бизнесмен, бизнесмену мы доверяем, но самое главное, что это я очень осторожно, потому что, если я сказал, я должен делать, тогда я пообещался, если я сделал ошибку, я все исполняю свое дело, у меня, я честный гуру, я честный, у меня в душе свободно, я чувствую себя свободно, я знаю, ничего я плохого не сделал, делаю и живу, к оболгальцу, а здесь нужно, сейчас зачем я, я просто хочу помочь. И поэтому, зная, что ваше слово твердое, мы собрались поговорить с тем, чтобы все услышали, что вы сделаете все для построения вот этой новой идеальной действительности, как вы ее представляете, как вы ее представляете, вы рассказали, да, что это не только предпринимательство, это и создание социальной системы, да, это и создание системы образования, это создание системы воспитания детей, да, вы здесь очень хорошо все рассказали, но я, Михаил Моисеевич, хотел поройтись с вами глубже, глубже, я сейчас немножко еще объясню, да, ну, деревня, у нас, в Австралии, вообще все в мире, очень много хотят переехать в Россию, приезжали, посмотрят, и уезжали, сталкиваются с действительностью, и уезжают, потому что неорганизованность, люди, мы там, приезжай, 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 здесь нет подданца, внешне, он никуда, они бьют, и расход, и все, сейчас, что нужно сделать, я считаю, еще с правительством, должно сделать специальные, чтобы люди, которые, уехали не по своей воле, за границу, у них сейчас дети, они были вынуждены, вынуждены, они приедут, многие там уже все, значит, дети, внуки, правнуки, которые не говорят по-русски, но они все равно, у них русская душа, нужно, вот здесь, нужно создать специально, чтобы вот этим людям, выдавали паспорта, сразу, заполняя блоги, если у них корни, также наши русские корни, и должны это все, это очень серьезно делать, значит, мы постараемся сделать, и разговаривать, это должно, вот это, конечно, Путин, все это должны сделать моментально, едут все, кроме русских, понимаете, что русские приедут, собираются, есть очень много хороших русских, которых отпрягают, их там миллионы, и хорошие, бизнесмены, они приезжают, открывают бизнес, там сразу работают, все хорошо, быстро, и много специалистов, а здесь не могут, нет системы, система должна меняться, второго русского народа, первое, что, вот мы сейчас, я, уже у нас место есть, мы уже сейчас организуем, нас поддержало правительство, очень хорошо, я сейчас встречались, они в нашу сторону тоже хотят, чтобы было, это хорошо, во-первых, сейчас моя работа, то я делаю, значит, сейчас буду рекламу делать, чтобы люди приезжали в Россию, что нужно сделать, во-первых, нужно, чтобы у них жилье, первое, это уже, то есть какая-то программа, связанная с жильем, это я делаю, я вот сейчас все сделаю, я все организую, напишу, да, во-первых, должно быть жилье, во-вторых, должна работа, первым долгом, значит, люди, которые хотят приехать, значит, они должны приехать, посмотреть, что им надо, во-первых, хотят работать, нам нужны большие семьи, значит, работа уже есть, уже мы организуем работу, если он хочет, это как раз в бизнес, пусть начинает, поможем, если хотят заниматься скотоводством, сельским, поможем, и все остальное, так что, человек мы постараемся обеспечить, который приехал свободно, чтобы жил здесь, конечно, деревня должна быть чисто русская, там должно быть все, и престарелый дом, начали те, и там, и школа, и культурный центр, и должен быть там театр хороший, чтобы понимать, делали, и все остальное, спорт, чтобы молодежь оставалась там. Чтобы это не заставляли, они сами оставались, задать условия. Они сами сделают. Лето мы должны придумать, чтобы понимать, там было только упально, еще зимой мы должны сделать, лыжный, понимаете, или там кататься, чтобы молодежь занималась, занимались там и танцем, и все там, церковь будет построена, в церкви тоже понимают, даже дешковная школа. Программа, которая сейчас, мы ее полную изменим, мы сделаем... То есть вы создадите свою систему образования? У нас есть система в этом поселке, потом, конечно, мы должны, мы же живем в России... А в каком регионе вы планируете открыть первый поселок? У нас... Экспериментально. Это на Урале. На Урале. Да, да. И это Свердловская область. Свердловская? Свердловская область, да, вот там, да. И мы хотим сделать свою программу. Конечно, мы ничего не можем сделать без правительства. Мы должны согласаться с нашим правительством, но, конечно, будем отдать рекомендацию. Они должны сказать да или нет, и там исправить. Мы должны все делать по законам. Мы не должны никаких законов не нарушать. Но человеческие законы не должны отдаляться от законов Божьих. Правильно? Да, да. Они должны быть рядом. Да, да. Согласны? Потому что это все, потому что самое главное. Старые брятцы, где бы они ни жили, в любой стране, они послушны правительство. И правительство любое, в любой стране, их уважают очень сильно. Хотя, чтобы работу и все поднимают, это всегда психологически такой народ. Я как написал, мы русские из русских. Это да, потому что у нас все равно, у нас вера, мы не можем продать Россию. Мы не можем. Мы верим в Бога, мы верим в Россию. Это уже автоматически. И каждый стремится. И многие приезжающие из России, вот у нас там, дети учат в школе, и они участвуют в нашей русской жизни. Там у нас фестивали, там у нас масленица, День Победы, понимаете, то есть вы живете, как и все, жили ваши предки. Да, да. В таком же культурной среде. Я вот одному начальнику показал, рассказал, сейчас всем, вот встречался, он даже проследился, говорит, у нас этого нету. Я говорю, да помогайте нам, мы построим. Это корень на Староебрячевске начнется с Сибири. Если получится хорошо, и в других местах поможем. Чтобы в этой деревне люди все жили хорошо, получали свободно, жили хорошо. Безо всякой коррупции, коррупция полностью запрещена. Мы это не признаем. Мы не возьмем и не дадим. По-чистому, работать по-честному. А если он честный, то... А там, где не дают, коррупции нет, Михаил Моисеевич. И не берут, тоже ее нет. Понимаете? Да. А честный человек, душа чистая, он свободный, он нелегко, у него другая жизнь совсем. Нет боязни, все. Ну, мы все перед Богом, понимаем, и все. А так, понятно. Так что, и так чувствую себя хорошо. Хотя у меня уже, я не молодой, но я еще чувствую себя хорошо, понимаем, Бог здоровый. Так что, буду делать. Михаил Моисеевич, мы не дадим вам уйти в Царство Божие, пока вы не построите здесь рай на земле. Пока я, у вас ответственность. Я скажу так, пока я живой, я буду рвать для России. Мы вас будем поддерживать, Михаил Моисеевич. Вот я тут с Михаилом Моисеевичем обсуждал вопрос о том, что вот этот такой вот анклав чистой веры, чистой души нужно распространять даже туда, где нам кажется, это невозможно сейчас сделать. Вот мы с ним обсуждали, он делился своей болью, что вот бывшая система, мы знаем, что Киев, мать городов русских, можно сказать, источник, источник, откуда пошла Русь, как таковая, и все мы вышли оттуда. Я говорю, давайте сделаем всё, что от нас зависит, для того, чтобы этот разрыв как-то ликвидировать. И Михаил Моисеевич сказал, да, это наш святой долг, сделать всё, что от нас зависит, мы для того сюда и приехали, чтобы совместить то, что написано в Библии, с тем, что нас окружает в жизни. Михаил Моисеевич, спасибо вам, да, за наш разговор, будем пристально наблюдать за вами, если вам кто-то будет вредить или мешать, вы нам сразу говорите, да, мы будем вам помогать, оказывать содействие, потому что вопрос, мы всегда здесь говорим, не просто для того, чтобы взять, поговорить и разойтись. Если мы о чём-то договорились, мы должны довести это до конца, да, сколько бы препятствий не было на нашем пути. И хочу вам пожелать, чтобы вы в честь вашего батюшки, которого звали Моисей Иванович, преодолели путь с 89-го года быстрее, чем Моисей через Синайские пустыни, да, чтобы вы хотя бы в этом, в этом, в следующем, хотя бы, хотя бы чуть на 4 года быстрее. Мы-то русские из русских, у нас, мы старые брятцы нас поднимают, у нас, у нас, у нас, кажется, что у нас священники, мы не выбираем, как вас зовут. Вот мой отец родился в Моисееве, назвали Моисееве. Так что, если в какой день родился, то такое имя это говорит, и добавляет нас, имя это священник. Но вы возьмёте обязательство, что вы сделаете то, чтобы пройти ваш путь быстрее, чем израильский народ. Они 40 лет ходили, нам надо хотя бы, хотя бы пораньше. Сделаем быстро всё, потому что сейчас всё, мы все уже сейчас делаем, уже всё сделаем. Так что я надеюсь, конечно, Божьей волей, но постараемся всё сделать. Михаил Моисеевич, ваше слово твёрдое, мы будем наблюдать за вами, помогать вам и оказывать вам всяческое содействие. Большое спасибо. Польшое спасибо так, что я люблю Россию, люблю русский народ, и всё сделаю, чтобы всё у нас получилось. А это будет образец всего. Мы любим даже не Россию, а всё, Русь, Русь, где Русью пахнет, где русский дух, где Русью пахнет. И все должны понять, русских, те, кто живёт в России, это все русские, мы всех уважаем, это все наши соотчетники, мы не делимся. Я вам скажу, я украинцев считаю своих соотечественных, мы жили с ними в одной стране, мы всегда дружили вместе, воевали вместе, и мы сделаем всё для того, чтобы преодолеть этот развод. Это благое дело. Это большое дело должны понимать, тут наши понимают, это политика, конечно, мы в это не вмешиваемся, но мы страдаем. Павел Моисеевич, мы знаем, что вы не вмешиваетесь, вас мешать в это дело не будем, но мы поможем, поможем, исходя из благородного создания. Мы только желаем добра. Всё. Спасибо.